ПВО, самолеты и бомбы. В сети появились сообщения о том, что напоследок Белый дом все же начал послаблять странные ограничения относительно американского оружия, поставленного в Украину. Парадигма «сидим, не эскалируем» давно и окончательно себя изжила, но все же является одной из главных. Причем надуманность некоторых ограничений очевидна. Просто напомним о продолжающейся истории с самолетами F-16. Показательно во всех отношениях. После того, как рашисты стали активно использовать КАБ, причем в таких количествах, в которых никто еще не использовал, встал вопрос о том, как с этим бороться. Дальность полета авиабомбы составляет примерно 70 километров, что позволяет фронтовым бомбардировщикам выходить на точку сброса, не попадая в зону действия ПВО-ВСУ средней дальности. А дальних систем ПВО у нас совсем немного, и использовать это рядом с передовой имеет больше недостатков, чем профита. Прямо сейчас Раша Ресурсы пишут о том, что на вооружении поступили КАБы с ракетными двигателями, что увеличивает дальность полета авиабомбы до 120 километров. Это новшество повышает опасность от такого оружия, но и переводит его в другую весовую категорию. Дело в том, что одним из главных достоинств такого вида боеприпасов была их слабая заметность для ПВО, потому что они имеют небольшую отражающую поверхность и, главное, не оставляют тепловой след. А теперь этот след не просто проявляется, а становится совершенно четким и пригодным для захвата средствами ПВО с инфракрасной головкой наведения. Но пока эти бомбы еще не применяли, и все рассуждения носят исключительно теоретический характер. А лучшим средством борьбы с КАБами является перехват непосредственно носителей авиабомб. Полеты фронтовых бомбардировщиков-рашистов ВСУ фиксируют очень четко. Особенно заметны самолеты в момент выхода к точке сброса. Там они должны подняться на высоту в 10 километров, и, возможно, это видят даже радары наших партнеров. Но видеть – одно, а сбивать – другое. Тут проявляется уязвимость нашей ПВО. Достать такие самолеты могут системы дальнего действия, и это не мобильные комплексы, которые могут быстро сменить позиции. Поэтому как только они засветятся, арки сразу нанесут удар баллистикой. Подлетное время в районе пары минут, и надо успеть отстреляться и сменить позицию, что для комплекса класса Патриот нереально. И тут становится ясно, что средства поражения должны быть высоко мобильными и неуязвимыми для раша-баллистики. Наши партнеры понимают все аспекты организации ПВО, и там более половины нагрузки ложится на ВВС. С учетом того, что современные ракеты класса «воздух-воздух» способны поражать цели на расстоянии 200 плюс километров, то самолеты – это лекарства от КАБов. Определенное количество таких самолетов, которые могут выполнять подобные задачи у ВСУ, есть. Количество неизвестно, да и по большому счету дело в другом. Самолеты, которые остались еще со времен СССР, МИК и СУ уже в возрасте плюс-минус 40 лет с момента выпуска. Серьезной модернизации не проводилось, в отличие от однотипных самолетов-рашистов. А это значит, что такие самолеты вряд ли смогут обнаружить противника на нужном расстоянии, потому что там стоят древние радары. А для того, чтобы поразить цель, на нее надо навестись, оружие должно достать его, имея соответствующую дальность полета ракеты, что тоже стало проблемой. Несколько раз попадались публикации о том, что наши истребители более-менее могли работать в ближнем бою, при этом имея пассив вооружений. Тогда для поражения цели пилоту приходилось подсвечивать цель все время, пока к ней летит ракета. И это при том, что уже десятилетиями используются ракеты с головкой самонаведения в режиме «выстрелил и забыл». Рашисты уже давно перешли на такое. Можно только представить мастерство наших пилотов, которым удавалось завалить орка таким старьем. Решить проблему поставками нормальных западных ракет воздух-воздух не получится. Для этого надо перебрать всю начинку самолета, начиная от радара и систем связи до полной перестройки кокпита. К тому же с этим надо уметь правильно обращаться и надо переучиваться. Отсюда следует, что проще взять другой комплекс вооружений, точнее другой самолет, который изначально совместим с нормальным оружием. Так появилась идея с поставками F-16. И вот тут мы возвращаемся к началу. Штаты отказались поставлять такие самолеты, чтобы не эскалировать ситуацию. Но разрешили поставлять это из запасов союзников. Глядя на такую позицию, это вызывает удивление. Почему датские или нидерландские F-16 не эскалируют ситуацию? А вот американские так эскалируют, что вообще. Можно допустить, что у Байдена образовалась изжога от зеленой плесени с кротовьей коррупцией. Но тогда отказ был бы тотальным. А тут – оригинальное решение Белого дома. Шоб да, так и не. Обосновали подобную позицию отсутствием необходимого количества подготовленных пилотов и обслуживающего персонала. А готовить – долго. Только в Штатах нашлись десятки, если не сотни добровольцев, которые уволены из вооруженных сил и нацгвардии, но являются квалифицированными специалистами, пилотами и техниками, которые готовы выдвинуться в Украину и поработать над снижением поголовья российской авиации. Нечто подобное происходило в 1940-м, когда американские пилоты добровольно приезжали в Британию для того, чтобы принять участие в боевых действиях. То есть даже положительный исторический прецедент никак не повлиял на отказ, чтобы не эскалировать. Ситуация крайне удивительна. Те же американские или европейские добровольцы воюют в составе сухопутных сил ВСУ и с этим вроде нет проблем. А здесь полнейшая эскалация. Как у них в голове образовалась такая формула – непонятно. Возможно, в этой теме большая часть скрыта от публичного обозрения и непосредственно в скрытой части находятся те аргументы, которые влияют на такое положение дел. Но когда речь идет о прямом участии в боевых действиях, такие допущения вполне возможны. И вот оказалось, что та же ситуация сложилась и с обслуживанием техники и вооружений, поставленных штатами. Как уже не раз отмечалось, большая часть этих мероприятий происходит в Польше и частично в Литве. Причем предприятия-изготовители или американские лицензированные ремонтные компании, которые имеют право выполнять определенные работы, выразили заинтересованность в том, чтобы действовать на территории Украины. И так сократить логистическое плечо, к тому же получить прямой фидбэк от наших военных, которые эксплуатируют это железо в экстремальных условиях. Для производителя очень важно иметь прямую связь, чтобы понимать направление модернизации и сбора данных для разработки новых систем вооружений. Более того, тут речь идет не о собственных военных, которые находятся на линии фронта, а от военных партнеров, которые общаются без лишних ограничений и протоколов. Плюс американская армия со времен Вьетнамской войны не имела условий такого интенсивного использования собственных вооружений, и уже почти 60 лет у производителей не было подобных возможностей, но и на это тоже наложен запрет. Заметим, европейские оружейники уже давно действуют на территории Украины, а ряд компаний развернули не только ремонтные базы, но и сборочные производства, в том числе бронетехники. А все потому, что там не нашлось настолько светлой головы, которая могла бы изобрести теорию эскалирования. Но в сухом остатке, пусть и с опозданием, Белый дом дал разрешение хоть на это, что дает надежду на снятие и других ограничений. И вот совсем свежая новость из Wall Street Journal. В ближайшие недели в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот» и «НосАМС» от Соединенных Штатов, которые должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года. Издание также информирует, что в настоящее время в США остаются 7 миллиардов долларов, которые предусмотрены на предоставление Украине военной помощи, но до сих пор не израсходованы, а также более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для сил обороны. Ошибка вышла. Вот о чем молчит наука. Как известно, леопард является одним из самых эффективных хищников семейства кошачьих, и одно время охота на них считалась невероятно престижной, а добытая шкура – предметом гордости охотника. Недавно в сети появилось видео, быстро ставшее вирусным, хоть и было, снято лаптями. Возможно, многим оно уже попадалось, но для тех, кто не видел, рекомендуем к просмотру, а для остальных – краткое описание. Раша пропаганда всегда была бессмысленна и беспощадна, а в ходе этой войны она доходит до предела и даже смело его перешагивает, без оглядки и сомнений. События на фронте дают для этого достаточно поводов и оснований. Так произошло и в этот раз. Летучая группа пропагандистов выдвинулась к линии фронта, но в местность, где можно без опаски ходить в полный рост, чтобы снять сюжет на тему «Несокрушимая и легендарная». Там любят показывать подбитую трофейную технику ВСУ, но тут есть как раз тот нюанс, который выводит пропаганду за грань. В начале широкомасштабного вторжения ВСУ показывало нечто подобное по вполне понятной причине. Еще никто не знал, сколько продлится война, и уж точно никто не знал о том, что в ноябре 2024-го будет записываться этот ролик на фоне полыхающей войны. Зато все помнили о том, как она началась в 2014-м, и как лапти придерживались тактики – это не мы. Именно поэтому в первые недели месяцы надо было показать материальные доказательства того, что воюет именно Россия, а не восставший народ шахтеров. По этой причине показывалась подбитая техника, большая часть которой поступила на вооружение оккупационной армии уже после развала Советского Союза, и ее просто не могло быть у ВСУ. Таким образом, всем было показано, что уничтоженная техника, как и тот бук, сбивший малазийский лайнер, принадлежит именно регулярной армии на Московии, а не каким-то прокси. И вот, раша пропаганда решила продемонстрировать нечто подобное, а заодно и собственное биполярное расстройство. В самом деле, что должны были сказать эти выставки? Если речь идет о том, что нашу технику им удалось подбить или захватить что-то, вышедшее из строя и брошенное, то на войне это обычное дело. И в таком случае такая показуха действует в стиле «сам дурак». В смысле, мы же ж тоже подбиваем их технику. Если хотели показать, что это что-то из поставленного нам партнерами, так у нас вся пресса завалена таблицами, где указано количество и типы вооружений, которые были получены в ИСУ от партнеров. То есть непонятно, в чем именно такое должно было уличить. Но, скорее всего, целью подобных представлений было показать, что их оружие самое мощное в мире и что против него ничто устоять не в состоянии. Хотя всем известно, что каким бы замечательным не был какой-то образец вооружений, при интенсивных боях и он будет пополнять собой графу потери. Но тут надо учитывать, что лет за 20 до широкомасштабного вторжения «Раша Телевизор» создала сразу несколько проектов, которые возгоняли милитаризм через тему аналоговнетного оружия, которое мощнее западного. Именно поэтому надо находить и раздувать до небес тему уничтожения знаковой западной техники. Для этого и отправляют летучки к фронту. Понятно, что для них самым знаковым был бы репортаж об уничтожении танка «Леопард». Конечно, подбитый «Абрамс» им тоже было бы снять за счастье. Но их было поставлено всего три десятка, и поэтому подобная удача совсем уже невероятна. С другой стороны, снять подбитый немецкий танк с точки зрения именно «Раша Пропаганды» — это вообще вершина мечтаний. И под таким фото, видео или текстом тут же возникает целый веер броских названий «Били тигров, бьем и леопардов» или «Охота на леопарда в степях Украины». И вот бродячая группа вроде бы напала на след, который им кто-то любезно предоставил. И действительно нашли останки раскуроченного танка, причем танк явно детонировал своим боекомплектом, и поэтому башня с верхней частью корпуса были сорваны и отброшены в сторону. И что называется, контура танка не оказалась, а необычная форма башни и неопытность пропагандистов привела их к дилемме — это «Леопард-1» или «Леопард-2». Для этого они начали увлеченно стирать гарь с элементов динамической защиты башни и нашли маркировку. На поверку «Леопардом» оказался танк Т-90 «Прорыв». Потом подошли более опытные товарищи и подтвердили, что это как раз тот танк, о котором Путин сказал, что как только он выходит на позицию — и вся. И вот пропагандистам удалось увидеть собственными глазами то, как выглядит это всё. Кстати, от этого видеоролика китайцы просто полопались со смеху. Миг-31. Вид сбоку. В 60-е годы прошлого столетия Советский Союз впервые столкнулся с проблемой, которую не получилось решить линейно. Превосходство западных технологий стало очевидно с выпуском высотных, а потом и скоростных, самолетов-разведчиков U-2, SR-71, Blackbird или XN-70 Valkyrie. Сначала эти самолеты оперировали на недоступных для советских истребителей и ПВО высотах, а когда этот вопрос всё же удалось решить, то к высоте добавилась скорость, которая позволяла американским самолетам уходить от истребителей и даже ракет. Примененные при строительстве того же Blackbird технологии оказались запредельными, но с этим надо было что-то делать, и в итоге был создан высотный высокоскоростной самолет МиГ-25. Но он так и не смог стать достойным ответом американским самолетам, которые продолжали свои разведывательные полеты или вблизи границ Советского Союза, или вообще над его территорией. Пилот одного из первых самолетов, которые только начинали выходить в серию, перегнал его в Японию, и целый рабочий экземпляр аэроплана, даже фото которого было совершенно секретным, уехал в США. Очевидно, что дальнейший выпуск таких самолетов стал уже бесполезен, и надо было срочно строить что-то новое и более мощное, пусть и с учетом наработок потерянной 25-ки. Тем более, что актуальность такого самолета становилась все более очевидна. Дело в том, что к тому времени уже были системы орбитального сканирования земной поверхности, и коммунисты справедливо решили, что в общем вкладываться в такие сверхсложные проекты имеет смысл только по одной причине. Если самолет-разведчик после определенной модернизации может превратиться в скоростной стратегический бомбардировщик, способный прорвать ПВО Советского Союза и доставить ядерный подарок точно в нужную цель. Опять же, эти задачи могли быть решены и межконтинентальными ядерными ракетами, но все же они летят около 20 минут, за которые можно многое сделать, и плюс к тому, практически сразу после старта, вырисовывается вся траектория полета и, соответственно, становится понятна примерная цель ракеты. Самолет имеет намного больше возможностей, главное из которых состоит в том, что в отличие от ракеты, миссия самолета будет непонятна вплоть до момента, пока он не применит оружие, и, соответственно, когда обозначит себя не как разведчик, а как бомбардировщик. В общем, такими были резоны при создании этого самолета, и он был создан как самый тяжелый, высотный, скоростной истребитель-перехватчик. Но когда пошел в серию, американцы стали сворачивать использование своих стратегических разведчиков, ссылаясь на дороговизну эксплуатации. А злые языки говорят о том, что появились другие самолеты, которые к указанным выше добродетелям получили еще и свойства малозаметности. Но, как и предшественники, в период активной эксплуатации они получили наибольшую степень секретности. Кроме скорости и высоты полета, самолет получил самые продвинутые средства ведения воздушного боя от новейшей радиолокационной станции, которая по замыслу создателей должна была обладать свойствами не хуже, чем у тогда еще топового F-14 Tomcat до дальнобойных ракет. Радар позволял системе управления заслон-А сопровождать до 10 целей одновременно и атаковать четыре из них на расстоянии до 120 километров с помощью ракет Р-33. Следующая итерация системы управления вооружением заслон-М оказалась еще более продвинутой и она позволяла обнаруживать и сопровождать 24 цели и атаковать шесть из них одновременно на расстоянии до 300 километров с помощью ракет Р-37. Радар оказался очень удачным и, наверное, одним из первых в мире именно в плане электронного сканирования. Правда, и весил он больше тонны, поэтому и сам самолет оказался массивным. Плюс к тому, система управления огнем оказалась сложной в управлении, что вынудило предусмотреть второго члена экипажа, на котором лежали все вопросы управления вооружением. Самолет получился недешевый и у него была достаточно узкая специализация. По состоянию на сегодня у расистов имеется приблизительно 150 самолетов МиГ-31Б БМ-К на вооружении пяти авиационных полков. В данном случае для нас представляет интерес модификация К, предназначенная для запуска ракеты Х-47М2 «Кинжал». Из имеющихся на вооружении самолетов этого класса модернизацию прошли 24 машины. Идея была проста, а именно использовать самолет вместо разгонного блока баллистической ракеты «Искандер». МиГ-31 является самым скоростным и тяжелым истребителем ВВС на Московии, и он способен производить пуск данной ракеты на скорости около трех махов, что примерно соответствует скорости, которую обеспечивает своей боевой части разгонный блок «Искандера». С учетом того, что самолет, в отличие от баллистики, имеет возможность маневра, то вычислить направление предполагаемого удара сложней, если бы пуск обеспечивала штатная платформа. В общем, все те ништяки, которыми были напичканы эти самолеты в момент выпуска, похоже, безвозвратно устарели, и единственным бесспорным плюсом является скорость самолета. Именно по этой причине его решили использовать хоть таким образом. Просто отметим, что лекарством от кинжалов, кроме ЗРК «Патриот», который отлично себя зарекомендовал, является все та же самая современная истребительная авиация. Проще зарубить носитель ракеты, чем потом ее отлавливать над нашей территорией. Да, «Патриот» себя зарекомендовал самым лучшим образом. Но сколько их у нас. А вот самолеты могли бы успешно подлечить их воздушно-космические войска. Ну а в общем, тут можно отметить, что используя высотные скоростные истребители таким образом, противник пошел по пути деградации в качестве постскриптума. Наши коллеги из США написали нам некоторые уточнения к заглавной теме, а именно о принципе сидим не эскалируем. Они сообщают о том, что Белый дом не разыграл козырную карту, которую все время держал у себя в рукаве. По их данным, на только что прошедших выборах в США крупнейшие корпорации ВПК не поддержали Харрис и вообще демократов. И это несмотря на то, что война в Украине принесла им просто гигантские заказы. Вот как выглядит распределение финансирования, военной помощи Украине. Как нетрудно заметить, именно эти штаты, особенно Техас, дали Трампу голоса, необходимые для победы. А произошло это, потому что Украина запрашивала ряд систем вооружений, которые в общем не имеют особых экспортных ограничений и которые предприятия могли бы выпустить быстро и выгодно. И вот возникла ситуация, когда есть спрос, предварительное согласие Пентагона и, главное, готовность предприятий быстро произвести заказанную продукцию, на Белый дом дает команду «Стоп, машина!». Лоббисты выходят на правительство с вопросом о причине отказа, а вменяемого ответа нет. Им тоже рассказывают о политических решениях, связанных с возможной эскалацией. Но если такие вещи можно безопасно рассказывать людям далеким от этих тем, то военные промышленники потребовали объяснить конкретную причину отказа, но были посланы по известному адресу в фарме «Потому что!». Понятно, что получив такой ответ раз или два в течение года выборов там сделали соответствующие выводы и отвернулись от демократов. А ВПК в США это сотни тысяч, даже миллионы работников и их семей, которые делают свои выводы и формализуют их в виде соответствующей отметки в бюллетене. ВПК 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 ВПК